Возможно ли деоккупация Крыма в рамках этой войны каким способом? Есть сценарий, где мы деоккупируем Крым, но для этого надо очень много чего изменить в том, как мы воюем, в том, как мы строим экономику, в том, как мы строим государственную политику внешнюю и внутреннюю. Эта вероятность сейчас очень низкая, очень маленькая. Несколько вероятных. Да, мы становимся в стратегической оборону. Куда уже? Уже сейчас становимся. Уже становимся, да. И пока мы не накопим существенных резервов, так и будет. Это активная оборона, она предполагает возможность локальных наступлений, но в целом это оборона, все уже. И как надолго мы становимся в такой обороне? Как мы сможем накопить резервы? А для этого, ну смотрите, просто одна цифра, Евросоюз должен был миллион снарядов в этом году предоставить, предоставил 300 тысяч. Корея Северная предоставила за это время России 350 тысяч снарядов. Ну вот, как бы, на какое наступление мы рассчитываем в таких случаях. Это не вопрос храбрости, не вопрос умения даже. Это вопрос тупо ресурсов. Вопрос к Алексею в связи с его намечающейся политической карьерой. Не кажется ли вам, что ваш нынешний рейтинг в несколько миллионов подписчиков больше политтехнологически и не имеет ничего общего с популярностью как политика? А мы проверим, что гадать. Я вам присмотрю. У меня политика, моя позиция очень простая. Ради тех людей, которые верят в светлое будущее и хотят поучаствовать в его строительстве, а таких людей десятки тысяч, я их знаю, понимаете, и знаю это. Я пойду на выборы, дам шанс. Если украинский народ скажет, арестович, ты нам не нужен и не проголосует, я скажу, боже, слава богу, украинский народ, большое вам спасибо. Теперь я на совершенно законных основаниях могу снять все претензии в стиле «Алексей, идите аж спасите», а то вы только умно говорите и ничего не делаете, и так и спокойно буду читать эти семинары. Понимаете, да? И путешествовать по миру. Замечательная история. А вот если народ скажет, да, Алексей, мы тебе верим вот на такой-то процент, ну, значит, на этот процент и будем работать. Если он окажется достаточно для прохода в Раду, или уж там, если уже совсем сложится, то стать президентом, так вообще будет хорошо. Вы смешные люди, народ. Я соглашаюсь на адский труд для того, чтобы сделать вам страну, от которой ахнет весь мир. Через 10 лет будут завидовать все и стремиться сюда приехать все. Но я не для себя это делаю. Для себя у меня уже все есть, поверьте. Вот реально. Я не знаю, что для себя уже желать. Для себя у меня уже тупо все есть. Но как бы и для детей, и для внуков моих уже обеспечены, поверьте. Моим трудом, головой обеспечены. Я не украл ни копейки. Найдите хоть одну копейку, которую я прислонял к рукам. В отличие от всех тех, кто претендует быть вашим начальством, кроме меня. Я делаю это для вас. Ну и для себя немножко, потому что я так понимаю свое отношение с Господом Богом. Но тем не менее, как бы, да, ну все. Нет, так слава Богу. Я вздохну, перекрещусь и скажу, Боже, слава Богу, мне надо лезть в этот кизяк, в эту Верховную Раду, в этот офис обратно и так далее. Я услышал фразу про, в случае успешного президентства, то через 10 лет, страну и так далее. Правильно ли я понимаю, что ты изначально планируешь два срока? Конечно. За пять лет не успеешь, во-первых, реформы необходимые провести, во-вторых, не успеешь их закрепить. Нужно два срока. Почему? Я честно об этом говорю, чтобы вы понимали. Пять лет президентства – это где-то две-три крупные реформы. Не больше. Не удастся даже супергению в нашем нынешнем положении. И то, дай Бог, их провести, эти две-три крупные реформы. Например, судебную, налоговую, таможенную. Ну, все бюджетно-образующие суды судебные. Уже очень немало. Уже очень немало. А это же только начало, если всерьез изменить страну и судьбу наших граждан, дать нам светлое будущее, дать нам надежду, реально. А не вот это опять не получилось. Но ведь почему у меня основная претензия к властям? Потому что они абсорбировали человеческую надежду и снова спустили ее в унитаз. Сколько людей им поверило? Вы помните о весну 2019 года? Насколько было светлое время? Насколько людей поверило, что возможны изменения? И где это все? Где это? На них, как сказал мой неверующий друг, атеист, он сказал, на них метафизическая вина лежит. Потому что фраза «Оставь надежду всех чудовыходящих» на ДАДам написана, согласно Данте. И отобрать надежду у людей – это худшее из преступлений. Худшее. Они это сделали. Вольно-невольно, история им судья. Но это можно сослаться на два ковида, на войну, что некогда было и так далее. Но уже не сделали. И не сделают, скорее всего. Поэтому сделаю я, если вы меня выберете. И я это сделаю. Понимаете, что нужно понять? Я иду продолжателем программы Зеленского. Я в этом смысле истинный его политический наследник. Потому что я обещаю сделать то, что он пообещал и не сделал. По-хорошему или по-плохому, но не сделал. Я-то как раз иду это завершить. Так вот, список этих реформ больше 15, которые нужно провести. Я думаю, что 2-3 за первый срок. В идеале 4-5, если сильно рвануть одеяло, пахать как волк и сохранить при этом здоровье и трудоспособность. А второй, это учитывая, что такое президент на втором сроке. Ну, первый годик его, второй еще слушается. А дальше все понимают, что он уже не перезберется по закону. Нельзя. И потихоньку перестает слушаться. Большинства в парламенте не будет. Силы, которые сопротивляются, будут страшными. Поэтому, дай бог, еще на втором сроке еще пару реформ. Ну, хотя бы 5-6, которые закрепят ситуацию так, что ее уже нельзя будет отмотать назад. Вот как в Грузии. Саакашвили осуществил реформы, потом пришли его противники, которые начали пророссийский курс. Но есть же вещи, которые назад не отмотаешь. Он уже сделал вещи, которые не изменишь. Вот это задача минимум. Готов ли ты в случае дебатов и справа тура к стадиону с Зеленским? Я готов к чему угодно. Хоть пусть все вместе собираются, мне есть, я не знаю, что сказать. Вы же смотрите, я же человек, как бы, еще раз, чтобы вы понимаете, с религиозной мотивацией. Это значит очень обостренную совесть. Я никогда никого, ни с кем не воюю ради войны, я никого не обзываю ради обзывательства. Я, если выношу резкие оценки, то потому что я искренне так считаю, по совести. И мне есть за что поблагодарить президента. Буду ли я общаться с Порошенко, буду ли я общаться с Зеленским, буду ли я общаться с Притулом, я начну с благодарности за то, что они сделали. А потом начну задавать вопросы, которые, считая нужным, должны быть им заданы. Я даже не буду обвинять, я просто буду задавать вопросы. А вы уже решите, как они на них отвечали. Ленд-лиз невыгоден Украине. Что Арестович ответит на свою же фразу 2022 года и почему в 2023-м он спохватился, что оружие недостаточно дали? Вы думаете, что если бы я хвалил ленд-лиз в 2022 году, то нам бы его дали срочно, этот ленд-лиз? Это ничего не понимаете тогда. Ленд-лиз, тему ленд-лиза, это Любарский и Табах используют для того, чтобы таранить Байдена, которого они любят, во имя Трампа, которого они любят. Ленд-лиз – это не передача вооружения. Ленд-лиз – это упрощение процедуры, передача вооружения в случае необходимости. То есть он не обязывает передать вооружение, он обязывает сократить и упростить процедуру. И этот закон про передачу подписали, но Байден и его администрация нашли другой способ передавать нам вооружение военной технике. И для того, чтобы ее стало больше, нужно не выполнять было ленд-лиз, а нужно было решение Байдена об увеличении количества вооружений. А Ленд-Лиз – это всего лишь документообразующий путь, позволяющий сделать это быстрее и эффективнее. Все. Но так если нет принципиального решения по передаче вооружения, неважно, хвалит его Арестович или он против, и абсолютно неважно, подписан Ленд-Лиз или нет. Важно, принципиальное было решение Байдена. А он принципиально не хотел передавать больше и не хочет. Вот и все. Ленд-Лиз, Ленд-Лиз. Неважно абсолютно. Вы говорите о своей политике о свободе для всех, при этом часто слышу ваше «фу» в сторону ЛГБТ. Какая ваша политика на эту тему будет, если станет антирелигиозной темы, аборты и так далее? Я религиозный человек. Я придержусь очень консервативной позиции в этом смысле. Но я не полезу в постель к людям. Но государственная пропаганда не будет. И пропаганды в школах не будет. Здесь будет очень четкая позиция. Если вы взрослые люди, занимайтесь чем хотите, если это не причиняет ущерба. Но рассказывать все это детям, как это, сказки про принцессу и принца и принца, такого не будет, пока я буду при власти. Окей. В прошлом выпуске Аристоевич упоминал про перегретые ожидания от контрнаступления. Чувствует ли он свою ответственность за это? Да, я прямо об этом заявил. Я написал, я создавал перегретые ожидания от контрнаступления. Объяснил, почему я это сделал. Могу еще раз объяснить. Потому что тогда по цифрам, по соотношению цифр и расположению войск были надежды на то, что мы сделаем это вот так красиво. Ну а дальше были не приняты нужные решения и приняты ненужные, в результате чего он не вышел. Алексей Николаевич, получив власть, не получится ли из вас диктатора ужаснее Сталина? Нет, не получится, но я буду жестким человеком. И все, кто стоит на пути препятствий счастья и трудового народа, им будет горе. Я сразу честно предупрежу, ребята, лучше не становитесь. Я могу вам первые два предложения моего выступления с трибуны Верховной Рады назвать. Хотите? Скажу, дорогие, уважаемые депутаты, ну, когда надо было присягу приносить, потом уже на грационную речь я скажу, через 10 лет я построю вам страну в течение 10 лет, которой будет завидовать весь мир. Вы сами себе будете завидовать. Но наш народ заслужил на счастье, на будущее, на надежду, на достаток, на освобождение творческих сил, в общем, на то, что он выборовал кровью в своей истории сотнями лет. Но те, кто хочет этому помешать, лучше не становитесь на моем пути. Я, в отличие от всех президентов Украины, из силовиков, я знаю, как это работает и что это основа государства. И, поверьте, я буду очень умело применять. Я начну с того, что подниму им зарплату в три раза сходу всем, а потом заставлю работать так, как надо. И те, кто будет... Депутатам? Всем силовикам. Я вообще буду поднимать зарплату госслужащим, в том числе и депутатам и так далее, но только после реформы госслужбы. И тогда, ну, параллельно с ней, потому что что такое человек на госслужбе? Человек на госслужбе – это человек, который идет на апостольское служение, как военный. Он мог бы... Нам же понадобится талантливый менеджер. Талантливый менеджер в частном секторе, в транснациональных корпорациях, мог бы зарабатывать гораздо больше, а с меньшими издержками. Например, не попадать и не ставить свою семью под финансовый мониторинг. Так все. Правильно? То есть он поражается в правах же. Это презумпция виновности финансовой в том числе. Жена должна сумочки описывать, ковры, драгоценности, все это публично декларировать. Это такая история себе, поверьте мне. И там мы, общество, должно быть этому человеку благодарны, потому что он подписывает это на апостольское служение. Правильно? То есть ограничивает себя добровольно в правах в 21 веке, в веке возможностей, для того, чтобы послужить обществу. Значит, у него должно быть присяга госслужащим, у него должно быть что? У него должны быть там знаки, как это, и уважение от общества. Мы сериалы будем снимать про госслужбы, рассказывать, какие они молодцы, они будут контракты подписывать. И зарплата госслужащего должна быть процентов на 15-20 выше, чем на такой же должности на рынке. Нам нужен талантливый менеджер, и нам бы кто не нужен. Поэтому я это буду делать. Никакого популизма в стиле «Мы снизим зарплату чиновникам» нет. Что такое? Смотрите, министр обороны Украины распоряжается 5-7% национального бюджета. Это миллиарды гривен, десятки, и такого же количества западной помощи, если не больше. А зарплата у него 47 тысяч гривен. Вы всерьез в это верите? Или, например, следователь столичного отделения полиции. Какая-нибудь девочка-старший лейтенант, закончившая академию милиции, или капитан. Она ведет одновременно от 70 до 170 дел. Одна. Во-первых, об эффективности поговорим. Во-вторых, общая сумма финансового эквивалента этих дел может достигать сотни миллионов долларов, если она расследует преступления против крупного столичного предприятия. А зарплата у нее была долгое время 5 тысяч гривен, а сейчас аж 15 или 12. Как вы думаете, для чего силовиков и государства-чиновников держат в черном теле, позорном, когда полковник СБУ не может купить или армейский, до недавних пор не мог же ни о колготке купить лишний? Потому что, чтобы их было легче коррумпировать, чтобы их легче было скупать скопом и так далее, у меня такого не будет. У меня такого не будет. У меня все будут получать зарплату достойную, когда им не будет стыдно, что они в армии, что они в полиции, что они в МЧС, что они пограничники. Понимаете? Они будут высокие зарплаты, достойные. Туда будут отбираться лучшие люди, кадры. И им общество будет еще благодарно за то, что там, где они могли бы шататься по ночным клубам, ездить на майорку, да, и получать приличную зарплату в бизнесе, они добровольно себя ограничили. Для службы это самое. Это как военные. Они добровольно себя огранилили. За что мы благодарны военным? Они добровольно ограничили себя и воюют там, где мы развлекаемся, сидим в столичных ресторанах. Но мы кланяемся до земли и помогаем. То же самое должно быть с госчиновником, вообще-то, на самом-то деле. Поэтому мы все сделаем как надо, поверьте. Ну, так вот я напоминаю, что я из силовиков. И я, конечно, не стану Путином. Но тем, кто будет мешать народу становиться счастливым, им будет горе, сразу говорю. Субтитры сделал DimaTorzok